Выходишь, вне причёсывания. Да, шикарная. Можно без антизиак, а можно без антизиак. На, убирай на себе. Маме вода, машинка, пожалуйста. Пожалуйста. Тебе надо, Пиде? Там не затратили. Пош, подойди ко мне сюда, не минуту. Не надо, мне затратили. Доброе утро, уважаемые дамы и господа. Вот вы понимаете, то, что строители у нас, конечно, практически живутся в одной квартире уже. Привет, родные! Всегда шикарно посидели в ресторане. Да, это правда. Причём они начинают делать всего половину десятого. Они с десяти только имеют право. Доброе утро! Да, только встала, но честно, если бы они не сверлили, я бы спала до вечера. Такие планы на сегодня. Сейчас я еду в Вегас выбирать себе платье на красную дорожку. Завтра красная дорожка. Потом я встречаюсь... Съёмка у меня для журнала. Потом я встречаюсь в пять часов вечера с Либерж. А в восемь интервью с Жигурдой. Вот, как раз вы только спросили, а я уже ответила. Там почему-то плохой интернет, но может быть, если его наладили, то я с вами буду выбирать платье. В Самарине живу уже 12 лет. Мам, скажи, пожалуйста, какой номер квартиры где-то делают ремонт? Ермакова сказала, что Бенчук с Гриценко. Это правда? Я думаю, что, конечно. Маша, я к тебе приеду сегодня. Скажи, город, улицу, дом и квартиру, где живёшь. Безумно хочу с тобой познакомиться. Мне приятно. А что, меня не видно? Нет. А что такое? Оля, иди поздоровайся. Вчера твой сказал, кашу надо каждое утро есть. Тренер мой? Да. Может, кашу надо надо варить. Ой, неужели не сверлят? Нет, это всё плохо. Ой, какое счастье, пока не сверлят. Маша, тебе плохо? Нет, мне очень хорошо сейчас. Доброе утро. Доброе утро, родные. Маша, как ты? Шикарно. И звук, и качество плохое. Ну, что есть, то есть. так всегда было приятно высмотреть. Не, опять начали пизду их. всем привет. Мам, ты идёшь завтракать? Вова шарится по дому у нас. Мам, платье нужно ехать быстрее брать. Ливанчик, доброе утро, родной. Я еду заплатим сейчас. Прямо сейчас мы будем выезжать в Вегас. И я тебе покидаю оттуда все наряды. ливанчик, да, доброе утро. Оленьку покажи. Оль, эти в студию. Ливан, привет. себе написала и у самой соседей начали сверлить. Ну, слушайте, они на самом деле днём делают ремонт даже. Мам, я им сейчас пойду скажу, что они вчера, да, в 3 часа дня начали сверлить. Веснушечка. нет, Я вообще, я вообще. Привет, Арсеньева. Почему нам петь ночью нельзя? Мам, вот ты знаешь, что, вот правда, ты мне не даёшь петь, да, а они в любой момент начинают сверлить и чувствуют себя звёздами. Машинка, они там не живут, это строительство. А тут живут и не берут. С добрым утром, уважаемые дамы и господа. Ливанчик, как ты родной? Ты на съёмочки поехал, да, солнце моё? Ты им ночью на скрипке поиграй, да, так и сделаю. доброе утро, тёте Оля и Машурочка. Мам, ты завтрак избудешь, нет? Я не понимаю, что ты не завтракаешь? Тебя ждём все. Ну, я поможу. Маш, привет, из Аренбурга. Как погода у вас? Смотрите, какая погода. Не могу. Сказочная. Мама Ливана, съёмка в 2 часа дня. А нам нужно с тобой сейчас... Сегодня уже? Нет, вчера. А нам нужно с тобой за платьем ехать. Мам, Оля, вот, поздороваться. Здравствуйте. Ты с ушами? Ну, как с ушами? Скажи, здрасте, уважаемые дамы и господа, инстез, мам, что-то ты стала редко выходить в эфиры, это очень печально, потому что по тебе скучает вся страна. Я всё время выхожу, только я как бы с той стороны экрана и со всеми здоровыми реплики какие-то пускаю. И бывает. Машина, с добрым утром. Добрым. Понравилось? Ой, абхазская кухня безумно понравилась. Просто безумно. Салаты, ну, всё полезно, баклажаны, салаты. Вкусные, ну, всё наш вариант. Что у тебя оказалось островатая, островатая для меня. Мамуль, мне кажется, это была права. Я вчера тренеру сказал, что можно молоко, даже четырехпроцентное, просто разбавлять водой и соответственно, да, в кофе. Мы как раз в кофе-то разбавляем, вот и всё. балкон огромный, на самом деле. Качество плохое. Я не знаю, в чём дело. Могу фильтр убрать, конечно, но... Я не знаю, Маш, назови вчерашний ресторан. Слушайте, я не помню, всё. Чачача, а чачача? Нет, я не помню. Нет? Забавно. Ты не помнишь моё название? Ну вот, спокойно. Питьём связан. Мы не помним. Любишь люля-кебаб? А люля-кебаб это что такое? Люля-кебаб? Нет, она не любит. Это Маша перебирает мясо, которое кручёное через мясорубку и там ну потом делается типа котлеты, только такая продолговатое. Вот я не сказал мужчине, что кофе на молоке варить. На балконе вторая комната. Прям огромный балкон. Огромный. Там можно вообще жить. Завтрак в студию. Какие планы на сегодня? Мы едем и заплатим. Вовочка, иди, Ливан, спрашивать, где ты? Ливан, он идиотничает, он ушёл куда-то. Ой, паштет можно съесть? Конечно. Браточки, я буду есть мамин паштет, потому что он просто нереально вкусный. Вот. его практически не осталось. Шашлык это. Привет, привет. Ой, заедает, блин, телефон. дочь, ты почему ко мне обращаешься с... 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 четыре кусочка то можно съесть. Можно было просто нереешь, Хорошо. Туртится же сразу. Расчешись. Ну, естественно, я вынуждена расчесаться, даже, потому что я не очень хочу, потому как... я сейчас еду... Зачем ты? Сверху шапочку сделала хорошую. Так у меня и так хорошо, у меня косичка, зачем? У меня, видите, просто отлетели все волосы, как бы, и это все, что осталось. Настоящая чача, это вещь. Мам, что такое чача? Это вовсе, как бы, видимо, вот такая, то ли грудинская, то ли абхазская, ну, не знаю, какая чача, по-моему. Ну, не знаю, мне чача, это вот так. Маш, блокирует, чтобы не писали всякую. Да, мне тоже не нравится, когда мне пишут, какой-то фигню прям всю жизнь. Сейчас я даже глаза не стерлала. Хорошо выглядишь. Ну, нет, конечно, не очень, но что сделаешь? Мам, векность с 11 работает, а не с 10. Так что, можно ехать. Я тоже паштет. Мам, Ливан тоже паштет будет. Тоже? Да. Очень вкусно. Мамуль, какой рецепт паштета уже эфир удалился. Мам, надо себе, знаешь, что выложить под постом. Ммм, вот еще раз пустится. Бомба. А ты жарила что-нибудь на масло? Нет. Я бы жарила. А, жарила. Немножку я и жарила, положила чуть-чуть в масло, и тушила лук, и морковочку. Вот, все. Чуть-чуть. Доброе утро. Виделось у вас в ресторане вчера. Все было очень красиво. Но, может, не надо на камеру было. Ну, я же вас везде с собой беру. Вам еще паштет? Печень. Такая, прокомментируйте. Ой, как красиво. Ну, извините. Под пальмой сидишь. Извини. Я жила с печеньем курочки. Не было полкило, я сварила. Потом потушила две луковицы больших и две горсти морковки тертой. Ну, уже на меня приготовленные, на маслице, на сливочном чуть-чуть. Мам, ты же сказала, ты ничего не жарила. Я тебе сказала, тушила. Я не жарила, тушила. Когда все готово, потом на печенку, на мясорубку один раз, потом мешаю с тем, что потушилось, печенку, и еще надо два раза, но и один раз, потому что печень курицы, она мягче. Вовочка, ну что ты хочешь? На, Клёвочка. Ну все, на мясорубку еще раз, потом посолить. Я поперчить забыла, Маша. Чувствую очень хорошо. А, давай, это было плохо. Вот я чуть-чуть. Ливан сказал, вчера, вредно сахар, я прям вот не ем, а мне очень хочется. Ливан роскошный. Он настолько человек добрый. Добрый. Всегда меня поддерживает. Ну, очень роскошный. Комплименты делает. Вот так приятно, что он делает комплименты девушкам, и женщинам. И мне сделал, и Маше сделал. Мужчины сейчас разучились сделать комплименты. Не, ну про Костю тоже нечего. Сказал хорошо так. Ты воров? Да. Ну, мы же на доме 2, чтобы говорить, мы пара, или мы не пара. Да. К счастью, меня уже этот этап жизненный миновал, чтобы сидеть и на лобном обтекать, когда на тебя там нападают все. А вы что? До сих пор не пара? А ну поцелуйтесь в прямом эфире. Он тебе не подходит. Нет, там на лобном месте надо, тогда поцелуйтесь. А. Как вчера тебе говорят, а вы поцелуйтесь. Да. Да. Ну, правда, дом 2. Зайка, у тебя такой комплект красивый есть. А ты в этой ночнушке. Мне эту ночнушку папа подарил 15 лет назад. Она мне очень дорога. Понимаете? Это даже не ночнушка, а так вот платье дорожное. Ну да, это платье. Домашнее. Ольга Дмитриевна и Маша. К тебе, обращаются. Ты под пальмой сидишь, не жарко тебе? Огромное спасибо, что вы такие открытые, позитивные и везде с нами. Мы вас благодарим. Спасибо. Тебя написали. Вот извините, только я ведь все. Тебе написали, что я тебя благодаря. Спасибо. Маша, убери, достателуй. Сниму тогда пока. За Гордоном передача Овек не знаешь. Вот не говори за Гордоном. Давайте я вам дам номер канала, и вы будете звонить и спрашивать, когда выходит. Ой, вот это гениально. Потому что меня больше спрашивать не нужно. Залпом. Ливан, повезешь Машку на свою родину? Почему Машку? В Абхазию? А мне обещало на озеру лице повезти, показать. А, а ты не помнишь, чтобы она взяли? Нет? Машу, и хлебцы покажи. Вот они. Конечно, повезу, мы летом поедем. Ну, все. Когда следующий эфир будет? Мы сейчас едем платье для завтрашней красной дорожки выбирать. Пойдите, с нами поехали. Приятного аппетита. Хочу. Машуль, идиотов, надо блокировать. Да, буду всех блокировать. Где покупала? Что покупала, Машуль? А? Что покупала? Слушайте, а когда мы орем ночью? У нас ночами-то не бывает. Мы вчера вернулись в 2 часа ночи и сразу спать легли. Нет, 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 нет. Я вспомнила, как Паша на меня припустился из-за того, что я паспорт свой спрятала. А, мы с мамой поссорились. Мама, паспорт спрятала свой загран. Она мне орала, будь страдать. Я говорю, будь страдать, дай паспорт. Ночью вчера. Короче, это было что-то с чем-то. Вы все такие, все, бросаю на вас, смотрю. А, я думаю, все, бросаю вас. А ты говоришь, все, бросаю и на вас смотрю. А она что стала? Бросай на вас смотреть. Очень милая, мамуля, где Вова я? Во. Ласково. 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 Твою их-то дело. Мам, зачем ты его кормишь со стола? чтобы он хорошо из-за того. А зачем ты кормишь со стола собаку? Нельзя? Со стола. Мам, поздоровайся. Да, мы лечим в Таиланд 27 апреля. Уже 27 апреля. Кто хочет с нами, пишите. Я вам кидала ссылку, взрях. Ой. Сорис. Блин. Катя у меня скинула, это ад. Это сегодня случилось. Что? Сигалеты. Еще один? Как? Еще один? Не может быть. Нет, это тот, который вот 6 минут только оторвался. Катя мне сейчас прислала, где самолет упал. Ну, это страшно, это невозможно смотреть даже. Нет, я... Моя из Дубаи. Моя из Дубаи. Она лечит к нам. Это страшное дело. Ой, как людей жалко, как людей жалко, как жалко людей. по акции. Весь тур стоит около 20 тысяч. Напишите ему. Я его отметила. Стоишь. мама или Дубаи. Да. Ну, это невозможно. Я как увидела, у меня кровь, знаете, в жилах застыла просто. Жалко, что пропали эфиры вечером с мамой. А, ну, понимаете, я немножко же не успеваю, родные. Я вчера с вами была в ресторане. Вот. И в выходные дни, честно скажу, тоже я решила немножко отдохнуть. Не боишься летать? Нет, я считаю, что... Ну, такой момент, когда сажусь в самолёт, конечно, состояние на грани помешательства, но я стараюсь перед этим настолько напиться, чтобы не понимать, где я сижу. Ну, думаю, что в электричке сижу. Врюш, ты и дни столько не пьёшь. Нет. Ну, то есть нужно грань знать. Выпить так достаточно много, но не настолько много, чтобы блевать. Вот. Ну, трезвая в самолёт я никогда не сажусь. честно скажу. Что ты понтуешься? Насчёт чего, заяц? Ты чё там... Ты чё-то не допонял, мне кажется. И я не в настроении. Да я просто счастлива. Я спать хочу, умираю. Электричка. Ну, правда, чтобы чувствовать себя как будто в электричке. Ты всегда такая спокойная, как тебе удалится. Нет, иногда я, конечно, неспокойная. Очень даже. Ну, что делать? Ой, маска спокойная. Дочь, с днём рождения. С днём рождения, успехов, радости, везения и чумового настроения, красивых, радостных друзей. С днём рождения, люби до головокружения. Сергей, я тебя сейчас заблокирую. Как ты считаешь? Имя очень хорошее. Хотя имя у тебя, как у моего брата, и у моего племянника. Ну, я тебя сейчас заблокирую. Если ты сейчас ещё раз пишешь одну вещь про меня плохую, я прям тебя блокирую, я тебя сейчас встречаю. Слова, пожалуйста, не надо. Ты меня будешь просить разблокировать, а я не разблокирую, потому что я... Я вам прошу, не пиши, пожалуйста, плохие вещи, дорогой мой. Пожалуйста, я очень... Потому что мне будет похоже. Машка очень хорошая. Ну, напиши, пожалуйста. Машенька, я молоко уже убрала. Почему у Марины депрессия из-за кого? Там у них че депрессия у Марины. И почему Купина не выигрывает миллион? А почему они выигрывают миллион на свадьбу? Нет, я думаю, что им ничего не дали, к сожалению, как обычно. Они уже три года на проекте, но Мае еще ничего не дали. А вот знаете, хотя я считаю, что это несправедливо. Вот я считаю тоже, вот, несправедливо именно, что Мае, Мае, ну, вот там есть такие пары, которые ни разу ничего не получили. И какими бы они не были хорошими, и что бы они ни делали, вот я обратила внимание, им ничего не дают. И вот Мае с Лешей ничего не дали. И даже Леша, как куда-то там пробился, вот я помню, тоже, ну, не знала. На проекте есть шоу, на то и есть шоу. Нет, конечно, я свою родинку просто обожаю надброви лежать, очки. Образина под глазом, а у меня надброви. Напишите про тур человеку, у которого я брала его и всё. Я в сторис выкинула ссылку, ребят. Что-то писали, я не заметила. Кстати, подводка, которая купила в Ревгош, очень классная. А завтра мы вместе будем собираться на красную дорожку все. Маша, Ливан теперь тоже наша семья. Да. Маша, ты круче Бузовой Бородиной. А, мальчик, кто круче, Бузовой или Бородина? В плане ведения? Слушай, Ливанчик, они разные. по восприятию мира. Не знаю даже. Но Бородина без уха может сказать много чего от себя. Бородина вообще такая очень справедливая. Она никогда не скажет, что ей говорят сказать, но многих вещей, если она не хочет этого говорить. это прям здорово. Мне это импонирует. Маша, я не знаю, я вообще вчера не умылась. Я так устала, что я пришла и легла спать, и все, мне было пофиг. звоню мужу, не подходит. Такая же паника как у тебя. Начинаю так переживать. Ой, Инночка, ну он же мужчина, и потом сейчас день. Че с ним может случиться? Ничего, не паникуй. Ин, не паникуй. У тебя, он и так с ногами проблемы какие. Тебе нельзя нервничать. Бородина на Доме-2 недолюбливала меня. Это, это все же помнят, я думаю, кто смотрел Дом-2, она меня недолюбливала, мягко сказать. но она и Марину не, вот сейчас тоже очень как-то, ну жестко к ней относится, мне кажется, нет. приветик, всем приветик. Мне Ливан сказал, чтобы я делала высокую прическу. здрасте, уважаемые дамы и господа. Ну просто какая особенность, Бородину все всегда, ну, побаиваются, потому что она придет всегда и скажет вообще как есть. Поэтому такие вот дела. Ну, к Маю она очень любит. В общем, Бородина любит Малечку, а Оленька Бузова любит Мариюшечку, мою цветочку. Они дружат. Я обожаю тебя, когда ты поднимаешь волосы. Спасибо, Ливанечка. Я завтра на красную дорожку сделаю, как ты просила, прическу. Виснем. Ну, что сделаешь? Маринка мне тоже больше нравится. Ну, Марина, она очень человек вообще такой добрый. Добрый очень. ты откуда? Ну, честно, с ветки упала сегодня. Знаешь, как, бывает, птицы падают и все, из гнезда. Маш, ты читаешь только сообщения Ливана? Как? Я ваше сообщение всегда читаю. Ничего не объяснит. Цветок. А, сейчас я у него знаю, где цветок. Мамоль, прокомментируй, пожалуйста, где цветок мой, который тебе подарила? Я его пока там поставила дома, чтобы не завел. мой цветок, который месяц вырезала. Но я его пока оставила в студии, чтобы люди тоже с ним поснимались. Ну, зачем так сделать? Править студии оставила. Мам, так же нельзя. Ну, Машенька, я тебе тоже там вырезаю по этим леканам еще два. А зачем ты играешь в это произведение? Не надо. А зачем? Ну, думаю, нам понадобится. Не, нам ничего не понадобится, я буду играть под минус завтра, рассказали же. Спасибо. А ты будешь просто сидеть красиво. Ну, вот это повезло. Мамуль, выезжаем за платьями. Ливанчик, мы едем за платьями, все. Сейчас я все тебе скину. Мама репетирует. Глаз сегодня не дергается? Слава Богу, нет. А мне же, знаете, я позвонила, и мне дали эти, ну, мне голод сказал, чтобы я попила обязательно пустырник, потому что, он говорит, при твоем графике, такая реакция. Маша умывается, когда просыпается, потом завтракает. Нет, честно, я сегодня, я вчера ночью не умывалась, я вот сейчас мицелляркой стерла макияж и тут же нанесла. Блин, у меня сегодня косметолог, еще надо, ка не было, на скулы. Какая ведущая на Доме-2 нравится больше? Мне? О, это, конечно, сложный вопрос, но, наверное, Бузова, потому что она добрая и меня всегда поддерживает. Леван, ты что, не слушаешь Бузову? Тебе не нравится Бузова? Как после вчерашней еды на ночь? Переела я вчера, все-таки нельзя много есть. А я заблокировала уже четырех человек, пока мы сейчас, представляете, с вами общались. Они мне надоели, я заблокировала. Я теперь никого не предупреждаю. Леван, почему прямые эфиры не ведешь? Ой, он как раз таки стал вести. Это вот мы когда с ним в Ялте были, говорю, Леванчик, ну пожалуйста, выходи в прямые эфиры. И он начал вести. Тональный крем Армании. Design Lift Тон 5,5. Мамочка пьет кофе еще разок. Я слушаю Кристину Арбакайта. Какая мне песня с этим, с Авраамом Руссо, мне очень нравилась в Арбакайта. Я не отдам тебя никому, прощу любую твою вину. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на, какое счастье любить вашего откуда есть самара сама родилась в городе самара самара беспокойно я беспокойно я успокойно и меня до семнадцати году до семнадцати году слушать девушка ужас да мама мама губит талант мы на корню сразу слышите они сразу начали сверлить вот урода просто уроды я веду себя интеллигент я считаю просто сволочи слышите да вот теперь будем всегда петь им вот только им сука все можно да вот это люди может они сверли чтобы твои песни слышать да наверняка вчера ночью познакомилась с соседом со своим наконец-то он оказывается стюард парень очень хороший а сам финансист представьте финансист работал по профессии у него родители очень такие состоятельные и просто в один день ушел в стюарды и вот мы с ним стояли разговаривали как раз насчет полетов какие авиалинии лучше всего какими безопаснее всего летать и он сказал что самый считается безопасный россии это аэрофлот и рэнс потому что они постоянно меняют самолеты очень дорожат своей репутации у них самому самому пожилому самолету всего лишь 20 лет но для самолета это ничего и сказал что очень опасно летать победы нордовый кстати который мы с тобой летели очень опасно он сказал летать мам представляешь прости меня посадила тебя не пойми на что скажите что это такое я вот только что нашла что такое всем доброе утро зайчики дали мальчик молодец я ходила искала свой макияж и нашла в портфеле я кастера с кости иванов на съемку брала почему такой бардак честно нам не успела пройти девочка которая убирается у нас дома перетемнила нос до кончик кончик слишком до или он такой должен быть я что же не разбираюсь мамуля ты по мне скучала вчера когда меня не видела чет правда я все потерял здесь сама уже ничего не могу найти в своем творческом беспорядке у меня не чисто дома нечисто у нас творческий беспорядок и это нормально считаю как бы и выездим за платье сейчас с вами все вместе в вегас завтра же красная дорожка сливана у меня и вы все едем дружно выбирать платье честно мужчины которые мне пишут фигню какую-то вода они есть что просто ну вот честно те мужчины которые пишут фигню у них что-то не в порядке явно с потенцией это сто процентов я вам говорю а а вот так они под мужским именем что ты даже не подумала что это женщина это тебе пишут женщины которые почему-то ревности в тебя относится вот такой то просто есть то что мне один нормально адекватно мужчина да не но не может сказать этот сергей я считаю что у него не стоит член вот я отвечаю вам сто процентов поэтому во первых сидит и смотрит а во вторых ну ладно смотрит пишет фигню ночью за бред жигурда сегодня у нас будет студии мама такси вызвала все время 11 машины обращаем внимание дураков нет я его не заблокировала я что что он сам выйдет из эфира мне он ну я не хочу его унижать уже окончательно пусть сам примет мужественный поступок и но и заблокируется какой у мамы график не пойму в плане чего график работы ничего машинка ты очень крутая с удовольствием тебя смотрю а я сама его не знаю мам как он сыграть я не знаю просто он влюблен маш прибери сучу дом очень скрасить только не вы знаете в этот человек творческие мне вообще но честно скажу это может и неправильно но мне неважно как у меня дома в плане того что я даже не 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 очень люблю когда все идеально чисто я люблю когда больше творческий беспорядок это можно принимать это можно не принимать но я такой человек я была замужем я сидела убиралась готова и ни к чему это не привело многие мужчины говорят вот почему дома бардак почему здесь лежит здесь лежит а в итоге ходят потом каким-то телочкам и ведут себя знаете как миленькие и вообще от этого не зависит ничего я уже давно это поняла мужчины могут тебя гнобить гнобить а в итоге уйти какой-то левый вообще бабенки которая ничего себя не представляет и сидеть с ней это и молчать в тряпочку я никогда не буду зациклена на уборке на готовке потому что я считаю что это просто потеря времени вот и все да я не просто права я отвечаю за то что я говорю родные я наивно полагала когда я сидела наготавливала мужу первое второе третье что это как-то повлияет и он меня от этого будет больше любить фиг там а вчера кстати мне картинку ночью прислал что блин сейчас я вам даже и покажу сейчас я вам покажу эту картинку которую ты ночью прислал а типа ну суть такая что пока наивная женщина полагает что пока на совершенствуете спасибо свою внешность мужчина типа ее полюбит или что-то такое а он полюбит ту на самом деле которая будет сама собой я вот хотел ему на это ответить что знаешь чем милый я была сама собой с тобой десять лет подряд я не делала ни губы ни зубы ни грудь ни скулы ничего а ты просто меня знаешь милый сломал нахрен и все поэтому сейчас пиздить что-либо это абсолютно бесполезно так ну многим что-то не хватает я еще раз повторюсь после своей мамы да я считаю что мужчин вообще нельзя понять потому что моя мама это эталон это что-то не хватило так как стрелочка нормально нет реснички вы нарощены очень красиво шикарный карандаш все купить этот карандаш на реальт perfect slim by super liner он продается в риф гоши сейчас со скидкой и стоит вместо 800 рублей 400 смотрите какая линия получается потрясающе просто балдежная стрелка и что-то Давайте поговорим. Мужчина, который бьет, он слабак. Я считаю, что мы сейчас с Костей Ваномой это обсуждали на ток-шоу. Блин, стрелка не получилась. Да что ж такое, а? Не получилось, да? Блин, здесь лучше получилось. Или тоже норм? Все, норм. Маша, привет, Смогнутогорск. На Ком-2 вернешься без тебя? Не очень. Нет, не вернусь. А что мне там делать, ребят? Любовь я там не построю. Поэтому нет. Любуйте сейчас на Ромочку с Ирочкой. Вот это хорошая пара, красивая. Видите, Валера Блюменкранц, как облажался-то. Думал, что все будто его ног. Молодец, Иришечка, так раз. Потерпела-потерпела, недолго. И бросила его. И теперь с Ромочкой Гриценко. Шикарно. Она уже, знаешь, мам, слышишь, да? Со своим-то натерпелось, с бывшим. Который ее бросил-то, футболист. И решила, что все. Да кто это будет? Рома и Роместик, конечно. Маш, а ты говоришь, что все знают, где нет еще? На Ермакова сегодня уже сказала. Сказала? Да. Дома я ночевала, где ночевала, родные? Дома моя расчесочка. Такая вот. Тангезер? Я купила себе вот эту расчесочку. А я вчера расчесывала с того, что она только мокрые волосы наручно расчесывает хорошо. Моя хорошо. Моя не расчесывает мокрые. Потому что потеряем это все. Да не потеряем это все. О, девочки, смотрите, какая палеточка у меня классная. Вот. Сколько блесток разных, видите? Ой, видите, какие девички у нас красивые. Еще такие девички есть. Ой, откуда у нас-то полотенце? У нас два полотенца. Два? Два тоже. А я не видела. Нет, не вижу. А я буду это, выкинула туда бумажечку. Паш, течет-то это. Что, красиво накрасила? Кто с собачкой идут? Красиво накрасила? Кто с собачкой идут? С собачкой? Да. Может сходить. Нам начальность заплачивать. Нет, в начале с собачкой, потому что сразу езжали, потом... Мамулечка, здрасте, здрасте, родная. Все, шик, блеск. Мы едем за платьем на красную дорожку. Может, ты не знаешь, это мой сног? Кто с нами ей, только не убирает меня. Ну, я себе в сумку положу, чтобы не забыть. Нет, я чтобы не забыть. Все. Готово. Я готова. Вы знаете, лучше менять партнеров, чем жить и мучиться с одним, который тебе изменяет и смешивает тебя с говном. Поэтому я Иру абсолютно поддерживаю. И никогда ее не обвиняла. Кому, Маша? Ну, про Пинчук говорят, по рукам пошла. Ну, а про мужчин, что тогда говорить? А есть мужчины там? И про них почему не говорят? Правильно Пинчук делает. Все. Не, Ирочка молодец. А кто у нее был-то, по сути? Только... А я не знаю, кто был. А у нее никого не было, мне кажется, или кто? Ну, Валера был. Захар. А, Захар, Валера. Саймон. Саймон. А, ну и Ромочка. Нормально? Все. От ней так много, на самом деле. Бывает, за день троих меняют партнеров сексуальных. Все, выгляжу роскошно. Я готова. Марья Ивановна, я готова. Барзиков, Задойнов, Гриценко, Захар, Валера. А, она что, с Барзиком была? Да. Когда? А? Когда вот Задойнов был сначала, а потом Барзиков. Она за Барзикову саму... Подожди, она что была Задойнова? Не, она Задойнова никогда. Один день была Задойнова, а потом она поменял его на Валю. А, не, ну я не знаю. Можете рыбку пожаривать? Ой, спасибо. Приветик. Все, я готова. Мам, я на свет смотрю на себя. На, вот это тебе. Ой, спасибо. Смотри, на меня. О, как красиво. Глаза мы красиво. Красиво, да? Маша, мне в чем сегодня быть надо будет. Так, минуты до конца эфира. Все, ребят, идем выбирать платье. Выходите в прямой эфир. Мы в Вегасе будем через час. Как накрасила, скажите. Нормально. Как вам? Какая разница с кем она была, сколько у него. Да мне вообще пофиг. Я и говорю, что я считаю, что мужчины вообще меняют баб каждый день. А почему же это? А женщины говорят, ой, если она тебя поменяет, она проститутка, шлюха. Да пошли все нахер. Так, все, ребят, вы пошли. Слова не говори плохие. Вы пошли, заплатим. Я надеюсь, что мы оттуда выйдем в прямой эфир. Не забудешь вот этот вечер взять? А что это? Нет. Скажи, мы вам все спокойно ночью. Доброе утро. Добрый день. Добрый день. Всем добрый день. Всем удачи. Смотрите, погода отличная. Все, мы едем в Вегас. Поехали с Ханом. Желаю чистого неба всем, кто сейчас летит. Чистого неба. Поехали с нами в Вегас. Мы сейчас выйдем.